Всем привет, меня зовут Ксения, сегодня я расскажу про литературу, которая заложит в вас правильный фундамент, который в дальнейшем поможет вам достичь успеха в любой сфере вашей жизни. Итак, вы видите у меня здесь, сколько? Семь книг, не про все я сейчас из них расскажу, и плюс две книги еще есть, которые у меня у друзей находятся. Буду рассказывать в том порядке, вот в котором нужно читать. Скажу сразу, эта литература подходит мне для всех в плане того, что некоторым интереснее читать, что-то захватывающе, там с каким-то сюжетом, но будьте уверены, что после третьей, четвертой, пятой книги вы втянетесь, и вам уже захочется идти в книжный и закупаться по-крупному. Расскажу просто историю. Один раз я искала кубик Рубика просто, где купить в Москве, и случайно по пути зашла в книжный магазин, оставила там просто 25 тысяч рублей, просто потому что я люблю такую литературу, просто потому что я кайфую от того, что я ее читаю, и причем читаю именно вот в книге. Я не люблю электронные книги, я не люблю вот с телефона, с компьютером, мне нравятся реальные живые книги, которые нужно перелистывать, прям запах вот этот. В общем, давайте уже ближе к сути перейдем. Смотрите, первая книга, которую я прям рекомендую всем-всем-всем своим друзьям, всем-всем-всем вам, всем-всем-всем своим вообще знакомым, родней и так далее, это «Наполеон Хилл. Думай богатей». Книга, которая читается просто на раз-два, и если даже вам лень читать столько страниц, типа много букв. Ну нахер. Откройте краткий вариант, посмотрите обязательно, какие вещи «Наполеон Хилл» вам рекомендует. Там рассказано о 13 ингредиентах вашего успеха, там рассказано, как визуализировать и как притянуть все, что вы хотите в вашу жизнь. В денежной сфере, в каких-то личных отношениях, в дружбе, все, что он там говорит про деньги, вы можете все это применять во всех сферах жизни. Очень крутая книга, просто основа основ. У меня их три экземпляра, все три экземпляра сейчас у моих друзей. И в машине у меня лежит еще дополненный экземпляр, и вот я вам его рекомендую прочитать. Я сама читала эту книгу раза четыре, наверное, причем я читала в детстве, и уже вот в сознательном возрасте немножко по-другому смотрела на многие вещи, на многие слова. Это был шедевр! Вторая книга, которой у меня тоже сейчас нет в наличии, она находится у моих друзей, это Стивен Коеви «Семь навыков высокоэффективных людей». Тоже многие слышали про эту книгу, и тут как бы ничего даже объяснять не нужно, тут название говорит само за себя. На ютубе есть краткое содержание этой книги, на ютубе есть просто где про семь этих навыков без всякой воды. Если вы хотите именно очень быстро прям экспресс-прочитка всех этих книг, можете смотреть спокойно, краткое содержание, для базы, для фундамента вам будет этого достаточно. Дальше вы уже, поверьте, сами захотите читать полностью, потому что это очень интересно, очень захватывает. Следующая книга «Верх. Семь стратегий, как превратить неудачи в большие победы». Рассказывается тут, как преодолеть провалы, даже как запартнериться с конкурентами, чтобы ваш бизнес взлетел. Очень-очень много интересного рассказывается, что делать, если вы теряете клиентов в вашей сфере, что делать, если ваш бренд теряет силу. То есть вообще сейчас я очень прокачиваю эту штуку развития личного бренда. Это достаточно интересное тоже направление в бизнесе, и в какой бы сфере вы ни были, вам нужно всегда развивать личный бренд. Вот я развиваю личный бренд «Ксения Роз». Возможно, в ближайшее время название изменится, но не суть важна. И когда о вас люди знают, когда люди о вас говорят, любая сфера, будь то сантехника, не сантехника, будет вам приносить высокие результаты. Точно. Вот такая вот маленькая книжка, не составит вам труда прочитать, и сколько тут страниц. 150 страничек вот таких маленьких подсознания может все Джон Кеха. Данная книжка рассказывает о том, что все, что нас окружает, это наши мысли. Совершенно все, что бы ни происходило в вашей жизни, это то, что творится у вас внутри. Если у вас внутри царит гармония, если вы научились контролировать свой мозг, если вы научились контролировать свои эмоции, любая сложнейшая дорога окажется для вас прямым асфальтом, так скажем. Также тут есть информация о том, как научиться управлять своими снами, как научиться управлять полностью своим сознанием, подсознанием, то есть научиться визуализировать. То, о чем я вам всегда говорю, визуализируйте. Вот здесь это все есть. Это прям вот золотой клад. Сколько она стоит? Вот эта книжечка стоит 560 рублей. И, кстати, вообще книги такого формата, они достаточно дорогие, там по 2, 3, 1,5 тысячи рублей. Но поверьте, они того стоят. Скажите мне, если бы это реально был плохой какой-то товар, стали бы люди в таких количествах во всем мире их покупать, их распространять, читать, перечитывать? Сомневаюсь. Дальше. Джон Рокфеллер. Мемуары миллиардера. Как я нажил 500 миллионов долларов. Скажу так, очень сложная для меня книга была, в плане тут много пояснений про какие-то компании, которые я не знаю. То есть, да, тут типа все подробно поясняется, но вот эту книжечку я, конечно, зря, наверное, вам в этом видео говорю. Просто когда прочитаете все остальные книги, открываете вот это и читаете, может быть, вам понравится. Но всегда интересно почитать историю успеха людей, которые чего-то добились. О провалах тут также есть информация, но да, в целом, наверное, зря я вам про эту книгу говорю. Зря я сказал. Зря я это сказал. Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо. Марк Мэнсон. Вы могли заметить, что данная книга в последнее время стала просто бестселлером. Данную книгу в последнее время читают все, кому не лень. И, поверьте, оно того стоит. Здесь рассказывается про то, как все превратить просто вот на пофиг. По типу, о, луна падает, ну пофиг. Не понимаю, из-за чего столько шума? Отличие этой книги в том, что здесь автор учит вас тому, чтобы вам было без разницы абсолютно на все. Даже, грубо говоря, вам абсолютно пофиг будет на смерть и так далее. Страха нет. Также он акцентирует внимание на неудачах. Говорит, что нужно читать не истории успеха людей, там, типа Стив Джобс, крутой персонаж, да, во всех журналах и так далее. А именно нужно уделять большое внимание поражениям и изучать эту степь. Ниной от автора международного бестселлера НЕССИ. Автор номер один по версии Нью-Йорк Таймс. Цитирую, если даже такая нищебродская тушка, как я, сумела поправить свое финансовое положение, сможет кто угодно, заявляет Джен Сенсера. И ей сложно не верить. До сорока с лишним лет она жила в переделанном гараже, одевалась в секонд-хенде и не могла себе позволить вылечить зубы. Сейчас Джен путешествует по всему миру, останавливаясь только в пятизвездочных отелях. Ее книга — это квинтэссенция методик и стратегия перенастройки финансового мышления. Она не только снимает психологические блоки на пути к достойному доходу, но и отвешивает энергетический пинок, который придает силу для достижения самых смелых целей. После того, как вы прочитаете эту книгу, вам захочется, опять у вас будет такой вот взлет, вам захочется что-то делать, делать. И важно, пока у вас будет вот это вот состояние, важно начать что-то делать. Представляете, человек в сорок лет жил в гараже переделанном, в секонд-хенде одеваясь. Кстати, блин, секонд-хенд там прикольные вещи иногда бывают, ну ладно. Впрочем, это уже совсем другая история. Ричард Брэнсенг «Черт и все, берись и делай» — автор данной книги, это один из самых богатых вообще людей мира. Основал такую корпорацию, которая включает в себя около 400 компаний, причем в разных сферах. Человек, который предполагает и думает, что вот какая бы ему сфера не понравилась, он идет и делает. Какая бы сфера, если ему не хватает знаний, опыта, денег, еще чего-то, ему пофиг, он просто берет и делает. Также в этой книжке можно проследить такие мысли, как вот если вам что-то нравится, занимайтесь, делайте, неважно, что другие говорят, неважно, что вам чего-то не хватает, все навыки можно получить. Если вам что-то не нравится, просто бросайте это дело. Берите от жизни все и не жалуйтесь никогда. Я смогу, я смогу, я не смогу. И заключительный на сегодня экспонат — это «Время, деньги». Хорошая книжка, она мне понравилась тем, что тут рассказывается не только про историю успеха Генри Форда, как он, приходя с основной работы, по ночам сидел у себя в гараже, рисовал эти механизмы тачек. Тут рассказывается именно про то, как машина устроена, вот как он делал Форд, как это все строилось. Это интересно и с технической точки зрения, мне вот как человеку, который очень-очень любит машины, и вот как история успеха, как его поддерживала жена. И я только после этой книги узнала, насколько важно иметь рядом человека, который тебе будет помогать, поддерживать. Даже когда у него были какие-то неудачи, она всегда его поддерживала и говорила, у тебя все получится, делай. И всю вот жизнь она была рядом с ним, очень такая вдохновляющая книга. Я сейчас расхватил. И если у вас нет человека, который вас поддерживает, ребят, я вас поддерживаю, у вас все получится, берите, делайте. Прочитайте обязательно хотя бы часть тех книг, которые я сегодня перечислила. Я уверена, что вам понравится. На этом видео будет подходить к концу, я надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, ставьте огромный палец вверх, жмите подписаться на канал, напишите в комментариях, какие книги из представленных вы уже прочитали, понравилось ли вам, и есть ли у вас какие-либо предложения по следующему видео. Все, желаю всем огромного профита, всем хорошего настроения, всем-всем-всем пока!